Добрый день! Добрый вечер! Прямой эфир пятого латвийского канала. В студии Андрей Мамыкин. Программа «Без цензуры» и гость на ближайший час прямого эфира ТВ5. Это представитель Лирической городской думы и партии «Центр согласия» Нил Шаков. Добрый вечер! Добрый вечер! Впрочем, не совсем я прав. Вы по-прежнему не партия, а объединение. Партия и соцпартия как бы юридически считаются отдельной. Все так? Ну, она не считается отдельной. Соцпартия точно так же, как партия «Согласия» является двумя партиями и равноправными членами объединения «Центр согласия». Ладно, о политике мы еще успеем поговорить. Господин Шаков, скажите, помните ли вы, что 1 октября — это день рождения телеканала ТВ5? Ну, теперь помню, да. Да. Я вам сейчас сообщу новость, о которой вы 100% не знаете. У нас вот тот секретный человек, которого фамилию ни я, ни вы не имеем права разглашать до сих пор из-за архива телеканала ТВ5 секретного. Он все-таки рассекретил кое-какие архивы, поэтому я предлагаю в течение ближайшего часа, как бы это сказать, покачаться на волнах нашей памяти. Вы готовы? Нил Ушаков о том, как нечистые на руку люди разворовали страну. Добрый вечер. Вы смотрите программу «Тема недели» в студии Нил Ушаков. Судя по всему, в латвийской политике наступили горячие времена. Первая партия объявила о борьбе с олигархами, причем под олигархами подразумевается Айверс Лэмберс, который, по мнению Первой партии, контролирует нефтяной бизнес в стране. При этом руководство Первой партии говорит о том, что им и членам их семей угрожают физической расправы. В свою очередь, Айверс Лэмберс критикует Первую партию за то, что они создают на базе своей политической силы мощную экономическую группировку, которая уже подмяла под себя, как говорит Айверс Лэмберс, сберегательный банк. Обе участвующие в конфликте стороны обвиняют друг друга во связях с Россией и прочих грехах. Если к этому добавить так называемые школьные протесты, когда люди возмущались тем, что частично образование в старших классах средних школ будет приведено на латышский язык обучения, и добавить к этому странные ситуации с выборами главы Бюро по борьбе и предотвращению коррупции, то получится, что нынешнее лето для латвийских политиков будет жарким и в прямом, и в переносном смысле. И неизвестно, насколько стабильным является сейчас наше правительство. Я о другом. Спустя 10 лет с тех кадров. Вы можете сказать, что сейчас объединение Центр Согласия или Партия Согласия является объединением независимых в своих решениях политиков, независимых ни от серых кардиналов, ни от влиятельных людей, ни от богатых бизнесменов, просто независимыми политиками? Мы зависимы от наших избирателей. Потому что если через те же самые 8 месяцев за нас не проголосует достаточное количество в Риге, то мы станем независимыми тогда полностью ото всех. То есть зависимость у нас очень прямая. Те люди, которые за нас голосуют. Вашей целеустремленности завидуют даже ваши враги. И взять 51% в Рижской Думе через неполный год. И работать, и вопреки всему рассказывать о том, что ты сделал. Но я не верю, что под корочкой на полпроцента вы не просчитывали сценарий, что если вдруг избиратели отвернутся, и вы не получите не только 51%, но останетесь в оппозиции уже меньше, чем через год. Вы представляете себя и своих коллег в роли оппозиционных политиков, каковыми сейчас в Думе, например, являются Олаф Пулкс, Госпинскуя и другие? Понимаете, у нас через 8 месяцев выборы, не просто муниципальные выборы, это выборы того, каким дальше путем пойдет Рига. И для нас очень важно выиграть не только потому, чтобы люди, с которыми я сейчас работаю, не стали оппозиционными депутатами. Для нас очень важно выиграть эти выборы, потому что мы хотим сохранить, хотим защитить то, что мы делаем последние три года. То есть, начиная от социальных программ, заканчиваем тем же самым ремонтом школ. Мы это хотим защитить. Мы не хотим, чтобы это прекратилось через месяц после выборов Рижской Думы. Это ответственность. За это мы боремся. И в этой ситуации, если мы будем думать о том, что будет, если мы проиграем, и куда пойдет работать депутат X, Y или Z, и что с ним будет, мы не можем себе этого позволить. У нас нет вариантов, мы не можем идти на эти выборы, даже в смысле, что мы просто должны занять первое место. Это недостаточно. Мы можем идти на эти выборы только с целью получить 51%, потому что у нас других вариантов нет. И в этой ситуации уходить в какую-то философию или меланхолию, а что будет, если не будет, или если как-то по-другому получится, просто нельзя. Это было бы катастрофически неправильно. О коррупции, вернее, о коррупционных скандалах в Рижской Думе с мэром Оригим Нилом Ушаковым мы тоже говорим в течение часа. А вы отвечаете на вопрос, кому выгодны, именно так, выгодны коррупционные скандалы в Рижской Думе. Если вы считаете, что честным людям и интересам законности и правопорядка в стране, 90501321 – это телефон для вас. Если вы считаете врагам Ушакова, Центр Согласия, в частности, например, Партии Единства или даже лично Домбровскису, это они заказывают Ушакова в КНАБе, 90501322. И третий вариант – самому Ушакову. Просто таким образом он расчищает ряды от нечестных и непорядочных людей вокруг себя. 90501323. Господин Ушаков, Рига вышла из Союза самоуправления. В процессе. В процессе. Но решение принято, то есть вы не передумаете завтра остаться в Союзе самоуправления. Почему Рига решила выйти из этой организации? У нас нет проблем с другими латвийскими самоуправлениями. Мы фонд выравнивания каждый год, и в следующем году в том числе, заплатим больше 50 миллионов лат. Рига каждый год за тех людей, которые работают в столице, получают здесь зарплаты, но при этом задекларированы в других самоуправлениях, вот этим самым другим самоуправлениям перечисляют еще 200 миллионов лат. Через налоги работающих граждан? Да, но мы тот налог, который здесь собираем, мы отдаем потом другим самоуправлениям, там, Юрмолу, Венсполу. Мы Венсполу каждый год плюс-минус 3 миллиона отдаем. То есть мы отдаем каждый год 250 миллионов латов другим самоуправлениям. Вся расходная часть рижского бюджета составляет 490. То есть мы отдаем больше половины от того, что остается у нас на руках, от другим самоуправлениям. И в этой ситуации мы считаем, что мы очень солидарны, помогая другим властям, городам, которым нужно помочь. И у нас с этим нет проблем. Но когда правительство принимает решение, что нужно сократить на один пункт ставку подоходного налога, что нужно со следующего года прекратить софинансирование социальных пособий, для Риги это, например, означает, что мы не получим 14 миллионов латов. Это большие деньги. В рамках столичного бюджета инвестиционная программа в год, примерно 16-18 миллионов латов, туда входит все. Школы, детские садики, дома культуры и все остальное. То есть это как бы незалатанные ямы с января по октябрь, примерно. Ну так, неполный год, получается. Скажем так, отремонтировать все рижские дворы полностью нужно порядка 20-22 миллионов латов. Ну, считайте, что в этом плане составляет 14 миллионов. Этих денег Рига не получит, хотя примерно полгода назад премьер-министр говорил, что все эти изменения налоговых ставок и так далее, это будет компенсировано самоуправление. Это было обещание, которое дал, выступая перед союзом самоуправления. Потом наступила осень, и на последнем встрече самоуправления с премьер-министром Благостания, это все три товарища из Единства, было сказано следующее. Если мы самоуправление компенсируем, то большую часть этой компенсации получит Рига, это неправильно. Сказал министр финансов. Министр Благостания добавил, что Рига может позволить себе праздновать Лигу на набережье, значит, Риге денег хватает и без нас. То есть Единство говорит, что Лига не надо праздновать. Единство говорит, что ни при каких условиях нельзя допускать ситуацию, когда Рига что-либо получает. И в результате было принято решение, невыгодное самоуправление в целом, но в том числе и невыгодное Риге, больше всех, потому что мы самое большое самоуправление по абсолютно очевидным причинам. И Союз самоуправления с этим согласился. Но смысл нам тогда быть членами такого профсоюза, если он нас не защищает? Но это черта всех латвийских профсоюзов, их даже желтыми называют. Я не буду сейчас комментировать... То есть вы не верите в экономическую составляющую речей Домбровского, Вилкса и всех остальных о том, что мы понизили ставку налога жителей, который остается в бюджете самоуправления, по экономическим соображениям? Вы в это не верите? Вы считаете, что это политическое решение, единство против центра согласия, которое во главе в Риге, во главе коалиции сейчас? Ну, с одной стороны, правильно, что снизили ставку подоходного налога. С этим никто не спорит. Это снижает нагрузку на людей, которые работают. Естественно, это снижение нагрузки не принципиально. 1% естественно, это в большей степени почувствуют люди с высоким уровнем доходов. И это в меньшей степени почувствуют люди, которые нуждаются. Для них эта разница будет не такой существенной. Но при этом 80% поступления от подоходного налога уходит в бюджеты самоуправления. То есть, когда ты это делаешь, то нужно понимать, что в этой ситуации все, что хорошее, сделало, снизив ставку подоходного налога правительство, оно сделало за счет самоуправления. То есть, когда ты приходишь в ресторан, всех кормишь, и счеты даешь другому. Нет проблем с тем, что этот счет оплатить, но давайте все-таки каким-то образом потом сводить вместе финансы. И правительство, смотрите, с 2009 года, с начала кризиса, как работает Рижская дума, до сегодняшнего дня, Рига за счет изменения всяких разных ставок налога, за счет сокращения субсидий на ремонт дорог, за счет сокращения субсидий сообщественно-транс, продала правительство 90 миллионов латов уже. То есть, бедная Рига профинансировала правительство. А рижский бюджет в 2008 году при Бирксе, в жирные годы, при Тезамсах, был 605 миллионов латов. Когда мы пришли к классе, в 2009 году, он осталось только 400, доходная часть. Ни одно министерство, ни одна государственная структура, ни государственный бюджет в целом не сталкивался никогда с таким сокращением расходов на 200 миллионов латов, то, с чем столкнулись мы. Подсчитано, что вся та консолидация, которая проводилась с 2009, 2010, 2011 годы, она выносилась в огромной степени именно за счет самоуправления. То есть, то, о чем Добровский пишет в книгах, сокращали самоуправление, и когда сейчас уже, когда говорят, что кризис закончился, снимают еще деньги, но, это мягко выражаясь, неправильно. Сколько стоило рижанам, налогоплательщикам удовольствие от членства рижского самоуправления в союз самоуправления? Там есть какой-то членский взнос? 50 тысяч латов, то, что мы платим в год, и то, что мы не планируем платить в 2013 году. В чем? Я сейчас пытаюсь в пенсии своей бабушки просчитать, наверное, спекуляция, но на 50 тысяч латов что можно сделать? Ну, на 50 тысяч латов привести в порядок спортивный стадион у одной школы. Одна конкретная школа. Зоя из Риги присоединяется к нашей беседе. Это Рижанка, всем остальным, 6-7-3-5-7-4-3-1. Зоя, прошу вас, добрый вечер. Добрый вечер, господин Андрей, господин Морвиги. Звоню по такому вопросу, по такому делу, понимаете? Может, это не компетенция задавать такой вопрос? Ну, дело такое, вот я стояла в очереди на квартиру, да, с ребенком, большим сыном. У меня родился второй ребенок. У меня 10 лет я отстояла в очередь. Как родился второй ребенок, меня сняли. Понимаете, комната в ассоциатическом состоянии. Просто мы вот сейчас добиваемся, у нас Рига с дома есть эта бумага, что я снята с очереди. Давайте, знаете, как сделаем? Потому что вот по этой информации ее недостаточно для того, чтобы вам ответить. Вы сейчас за эфиром не кладите трубку и оставьте, пожалуйста, ваш номер телефона, чтобы с вами можно было связаться и ответить. Или на электронку напишите. То есть оставьте сейчас после вот этого эфира, вот на человека, который вам помог связаться со студией, и номер телефона, чтобы вам могли перезвонить. Ну, или напишите на электронку, да, Зоя? Номер вашего телефона. 6735-7431, всем остальным. Можно бы прислать, опять же, e-mail просто мне напрямую. nils.usakovs, ну, без ш, да, с собакой RIG LV. То есть очень простое, потому что, ну, нужна фактура, которой не расскажешь таким образом через звонок. Господин Ушаков просит Олег вашего комментария. Лата Лапса опубликовал информацию о депутате, возможно, парадниксе, который проявляет интерес к нетрадиционным половым связям. Он является совладельцем детского сада. Если эта информация подтвердится, будет ли Рижская дума принимать какие-либо шаги, чтобы оградить детей от такого человека, если, конечно, информация подтвердится. Повторяет Олег. Мы не регулируем частные детские сады. Министерство образования. Ну, а, не знаю, ваш личный комментарий, как горожанина, гражданина, мужа, семьянина... Ну, я не могу комментировать со слагательным наклонением, потому что есть публикации, правда, неправда, но у меня нет информации, чтобы сейчас сказать... Ну, если человек X из сейма, сеймовского компьютера, будь то уборщица, но это компьютер главного органа государства, законодательного, главного олицетворения власти, ходит по, мягко говоря, сомнительным интернет-страницам. Я думаю, то, наверное, надо, если мы говорим о избранном представителе, это первый вопрос, на который должны отвечать его избиратели, то есть избирать его или не избирать дальше. Если вдруг там есть доказанные факты, которые могут поставить под сомнение безопасность детей в частном детском садике, то, естественно, это недопустимо, и в этой ситуации Министерство образования должно принимать какие-то действия. Точно так же, когда мы говорим про этот детский садик, когда Министерство образования должно было решать о том, что делать с демонстрацией оружия, которое проводилось там во время каких-то, насколько это называется, вне-классной, не вне-классной, ну, какие-то дополнительные занятия в детском саду. Юные следопыты в поисках героя-фюрера. По волнам нашей памяти идем дальше, их избирают, а они потом бегают из фракции в фракцию. Архив ТВ-5. В студии появилось еще два важных человека. Это Нил Ушаков, глава партии «Центр согласия» и основной кандидат этой партии в столичные мэры, и лидер партии «Запчел» Татьяна Аркадьевна Ждановна. Здравствуйте, спасибо, что нашли время. Вы знаете, что за вас проголосовало довольно много латышей, чтобы не голосовать за ту политическую элиту, которая держит власть. Это как будто сказать, чтобы не за вас, а против тех, которые держат власть, и отдали голос за вами. Это ваша версия, да? Да, но такой вариант тоже нельзя исключить. Но у меня у вас другой вопрос. Как мы знаем, за эти четыре года, пока работала Рижская дума, фракция первой партии выросла от четырех депутатов до девяти. И я думаю, что вы реалисты. Вы не думаете, что эти пять депутатов, которые присоединились из других партий к первой партии, это сделали из-за того, что они полюбили программу первой партии. А там, по-моему, совсем другие были причины, почему депутаты вошли в эту фракцию. Вы не боитесь, что у вас могут быть такие сомнения начаться у ваших депутатов, новизбранных по отношению, выбрали ли они правильную практику, фракцию, а может быть, к первой партии присоединиться, как делали эти пять, которые сейчас... Мы разберемся с своими депутатами. Ну, а вас это... Вы так не относитесь? Я вам сказал, мы с ними разберемся. Ну, то, что вы разберетесь, я понимаю. Господин Шаков, зачем нужно было центру согласия и латвийской первой партии, которая сейчас в Думе носит название «Честь служить Риге», создавать, по сути, начать создавать общий предвыборный список, а еще более, по сути, заявлять о том, что мы единая команда. Различий, несмотря на юридические крючки, между нами нет. Зачем вам это? Ну, вы, наверное, своим вопросом частично ответили на это. Единая команда — это то определение, которое действительно работает. Вы приглашаете меня в гости с того самого девятого года к вам в студию. У нас не было ни одного конфликта внутри коалиции между нами и командой Америкса за все это время, о котором можно было бы говорить в публичном пространстве. Вы следите за тем, что происходит. Ни одного. Это правда не было? Вот. Это раз. Это отвечая на тот же вопрос, что мы разбираемся со своими депутатами, которые задавалось в девятом году. Четыре года назад почти уже. Но смотрите, господин Америкс — это политик с традиционно отрицательным рейтингом. Первые плюсы по социологии появились у него только сейчас. Да, так и есть. Потому что мы дали, создав эту команду, создав, понимаете, можно, давайте пойдем с другой стороны, можно поставить перед собой любые цели, не знаю, ракету запустить в космос, метро выкопать или еще что-то. Но если у тебя нет инструментов, ты никогда этого не добьешься. Когда мы говорим о политике, когда мы говорим о работе Рижской думы, например, то этим инструментом является команда. То есть если есть люди, если есть желание, если есть дисциплина, ты можешь сделать многое. Ну ладно, в Риге мы не построим метро, но можно хотя бы школу отремонтировать. Если у тебя этой команды нет, то ты не добиваешься ничего. Мы 5 минут назад говорили о бюджете во времена Биркса, который составлял 600 с чем-то миллионов латов. Это больше, значительно больше, чем сейчас. Сделано было меньше, потому что не могли разобраться не с приоритетами. Каждый отвечал за свои деньги, делили по партийному принципу, не по принципу того, что нужно в данный момент Рижанам. Соответственно, сделать не могли, хотя денег физически было больше. Мы смогли эту команду собрать вместе. Команда отработала 3 года, получается, и сейчас 3 месяца. Действительно, как единое целое. От социалистов до тех людей, которые в свое время создавали Латвия-Селеш. Но с очень широким спектром. Понимаете, вот действительно широкий, который полностью охватывает, по сути, срезку того, что происходит в Риге и людей, которые живут в Риге. Вы верите всем людям из крыла ЛПП? Вот всем и депутатам, и там помощникам, связанным прямо косвенно с партией Шлессерса бывшей? Вы доверяете? Что значит верите, не верите? Я могу судить только... Доверяете? Я отвечаю на ваш вопрос. Я могу судить по реальным результатам. То есть я не занимаюсь теоретизированием, я не занимаюсь фантазиями. Мы работали 3 года и 3 месяца вместе. Мы прошли через разные, скажем так, времена. Если мы говорим вообще о ситуации политической, которая была вокруг Лишеской думы. Референдумы одни и другие. Выборы внеочередные, не внеочередные. Это все был сложный фон вокруг команды. Команда от этого не менялась. Настроение в команде не менялось. Это повод для меня думать о том, что этой же командой в следующие 4 года, 13-17 год, добиться того же, что мы сделали за это время, будет проще. Раз. С другой стороны, давайте говорить откровенно, если ты работал с людьми вместе, то как ты потом пойдешь на выборы и будешь с ними конкурировать, и будешь с ними бороться? То есть мы как будем? Я буду говорить Алдерману, вот эта школа три четверти покрасила Центр Согласия, а четверть покрасил возглавляемый вами комитет. О чем мы будем говорить? Мы это вместе делали. У нас никогда за столом не было деления, предположим, что самое важное. Это как-то распределять бюджет, потому что бюджет это, соответственно, приоритеты. Эти приоритеты, они реализовываются в жизни. Никогда не было деления, что приоритетно между партиями или между комитетами или еще каким-то образом. Есть приоритеты социалка, школа, безопасность. Исходя из этого, деньги делились. Партийная принадлежность не играла никакой роли. Поэтому мы идем вместе. Но вас ничуть не пугает, что... Я понимаю, зачем господину Америксу нужно быть прицепом к локомотиву под названием Ушаков, суперпопулярной партии по последней социологии и так далее. Но вам-то зачем Америкс, Алдермана? Отдельно они не преодолеют 5% барьер. Не потянут ли они вас вниз? Во-первых, я думаю, что у Америкса с его нынешней популярностью, с нынешними результатами работы Рижской думы, не будет проблем преодолеть его его партии 5%. Но это так, это мое личное мнение. Но опять же, я не вижу смысла. Понимаете, сейчас у наших противников и у противников нынешнего курса в Риге, то есть у тех людей, которые не хотят продолжения того, что сейчас происходит в столице, главная задача столкнуть нас с лбами. Чтобы мы внутри собственной коалиции пошли по пути того, как это происходит в правительстве. Открываете новости и смотрите. Единство против национального объединения, национальное объединение против партии реформ, партия реформ против единства, это люди, которые теоретически вместе, теоретически управляют страной. Они хотят, чтобы то же самое было у нас, чтобы мы столкнулись с лбами и до выборов были заняты только тем, кто из нас лучше или хуже. Но нет. Мы взрослые люди, мы достаточно, у кого-то немножко больше, у кого-то немножко меньше, но опыта у нас хватает. Мы пойдем в единые команды для того, чтобы все то, что мы делали эти годы, сохранить, защитить и продолжить делать следующее. Михайлович написал вам по электронке. Уважаемый сударь, это не мне, это вам, господин мэр. Приятно видеть вас в полном здравии. Хочу пожелать вам разбить всех ваших соперников. То ли Алексей, то ли Александр, из риги звонок по телефону. Простите, имя просто сорвалось в наушники и не слышу. Добрый вечер. Добрый вечер, господин Милушаков, добрый день, ТВ-5. Я хотел бы обратиться с личной просьбой, да, рассмотреть мою жалобу по поводу неправомерных действий социального работника Рижской думы Владислава Голубева. А что он сделал? Я отправлял три письма. Что сделал Голубев в эфирное время? Давайте. Он, в общем-то, клеветал мою семью, благодаря которой клевете нас мучили, социальная служба в течение шести месяцев, дело довели до сиротского суда и в конечном итоге ничего не нашли и до сих пор продолжают. Дело закрыли, но до сих пор нас продолжают еще на какие-то там, как бы, предлагают свою помощь. Тогда давайте делаем следующим образом. Я, 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 нет, вопрос. Я все написано к вам, да. Да, я три раза к вам обращался. На мейл. Присылайте мне напрямую на адрес электронной почты. Алло, алло, Алексей, Александр. Пожалуйста, проверьте. Алексей, все понятно, а теперь слушайте внимательно. Адрес электронной почты. Да, потому что мне очень трудно проверить жалобу человека, который, к сожалению, господин Мамыки не смог даже правильно, точно назвать его имя, Алексей или Александр, но поймите меня тоже. Как я проверю? Адрес электронной почты. Нилс.усаковс.собака.рег.лв. Присылайте и напишите просто в теме письма, что это со ссылкой на передачу на канале ТВ-5. Присылайте сегодня, присылайте завтра, будем разбираться. Вот эта вот электронка точно от Александра, он так подписался. Наболевший вопрос. Я курю, в том числе курю на улице. Насколько я знаю, пишет автор, запрещено курить вблизи остановок общественного транспорта, однако урны, в том числе с пепельницы сверху, стоят непосредственно в остановок. Я не хочу дымить на людей, ожидающих транспорт, но мне приходится приближаться к ним, чтобы затушить окурок или сбросить пепел. Остальные же делают проще, выкидывают окурки в 10 метрах от остановки. Не проще было бы в городе передвинуть на 10 метров урны от остановок. Хорошо, а людям, которые хотят на остановке выкинуть мусор, им что-то доделать. То есть рецепт какой? Бросить курить? Ну, это самый лучший рецепт, это вообще было бы замечательное решение, но в этой ситуации покурил, подошел к мусорнику, затушил и выкинул. Вы, кстати, курите, господин Шокров? Бросил уже давно. Вот, Александр, а мэр не курит. Реклама на пятом канале. Добрый вечер всем, кто смотрит пятый латвийский канал только с этой секунды. Еще почти полчаса на ваших экранах. Председатель Рижской городской думы Нил Ушаков и председатель объединения Центра Согласия. Еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Вы продолжаете искать ответ на вопрос, кому выгодны коррупционные скандалы в Рижской думе. Мы продолжаем качаться на волнах нашей памяти. Господин Соколовский, господин Группенко, как я понимаю, программа год назад, она закончилась тем, что вы заключили пари. Кто расскажет об этом, о его подробностях? Ну, давайте я расскажу. Или вы расскажете. Я предложил господину Соколовскому поспорить на ящик коньяка о том, что правительство через полгода будет то же самое, и фракции в правительстве не будет. Господин Соколовский в тот момент отказался, после чего я предложил поспорить ящик коньяка против бутылки коньяка. Так было? Да. На чем мы и согласились. Спасибо. Пожалуйста. Так, я вот тогда вас попрошу сразу бутылку убрать, потому что алкоголь мы не рекламируем. Нет. Что вы будете делать с коньяком? Благотворительный фонд по борьбе с коррупцией передадите? Я не знаю, наличие такого фонда мне неизвестно. Ну, можно создать, а как, скажем, взятку не будет это рассанять под проверку КНАП? Почему? Это спор, я не должностное лицо. Господин Шаков, о взятках и борьбе с коррупцией. Вначале была Ария Стабиня. Громко, с пиаром, с помпой. Вся страна неделю читала на первых страницах газеты. Практически в последние дни стал Карли Скавац. В прошлом начальник финансового департамента во времена мэра Бойерса. Начальник финансового департамента имущественного он тоже был. Потом, позднее. Сейчас человек за решеткой. Вот, как бы вы могли прокомментировать? Это вы не доглядели? Это старая элита еще предыдущих коалиций вот в Думе осталась? Вы не могли их уволить? Вы не знали, что у Стаби не все чисто? И у Каваца есть или, возможно, могла бы быть история не очень хорошая? Что это? В Рижской Думе, в учреждениях, которые находятся под контролем Рижской Думы, в предприятиях, которые принадлежат Рижской Думе, в общей сумме работает 25 тысяч человек. Это очень большое хозяйство, причем хозяйство, которое занимается именно экономической деятельностью в большей части своих случаев. Или связано так или иначе, или вокруг этого. Естественно, из этих 25 тысяч человек какая-то часть не всегда будет кристально чистыми и кристально чистыми. Ну, такова жизнь. Люди, которые нарушают закон, мы с ними сталкиваемся всюду. И в Кнабе, и были осуждены, и в Рижской Думе были осуждены, и в других учреждениях. В учреждениях такова, к сожалению, наша грустная реальность. Это раз. Если мы говорим по поводу основных случаев подозрений в коррупции или подтвердившихся случаев коррупции или хищения, то два самых громких было. Это Рига с нами. Это раз то, что с Кауацем. И Рига с нами. Парвалднэк с Дома управления. Это было примерно, если не ошибаюсь, полгода назад, 9 месяцев. Ну, когда-то в то время. В обоих этих случаях нарушения находили мы сами. В обоих этих случаях... То есть аудитом? Аудит уже подтверждал появившиеся подозрения. То есть сначала появлялись подозрения, потом аудит, потом сдавали в полицию. То есть мы сдавали людей в полицию в самых громких случаях сами. В случае с Кауацем мы его сдали в полицию, несмотря на то, что он шлем партии Америкса был, соучредителем, несмотря на то, что он отработал, я не знаю, сколько, 10 чем-то лет в Рижской Думе. Он возглавлял и департамент имущества, и департамент финансовый. Мы это делаем не только потому, что мы боремся с конкретными нарушениями закона, но и потому, что мы хотим таким образом все-таки дать сигнал остальным, что если переступаете черту, то за это, если это раскрывается, то мы сдаем в полицию. В случае с Домоуправлением, там вообще была фантастика. Там человек с очень хорошей изначальной репутацией, с очень хорошим СИВИ, который работал в железной дороге, просто перечислил деньги третьей фирме и подделал внутреннюю документацию, что это было перечислено на счет Рига-Силтон за отопление. И потом, когда мы объединяли Домоуправление и закрывали ненужные уже ставшие на тот момент банковские счета, это раскрылось. И благодаря действиям полиции, благодаря тому, что успели заметить вовремя, большую часть денег вернули. То есть бюджет предприятия пострадал, но не настолько, насколько это могло бы произойти. В случае с Рига-Снами примерно то же самое. Сейчас у нас, на самом деле, единственное различие в том, что мы рассчитываем, что мы вернем полностью всю сумму, что бюджет предприятия Рига-Снами вообще не пострадает. Если мы говорим о... Еще было два дела. Одно было, это Стабиня, и еще одно было в Департаменте сообщения. В Департаменте сообщения задержали людей, которых подозревают в контрольную службу, в том, что они брали взятки по 5, по 10 латов с водителей маршруток, мягко выражаясь, неприятно. К сожалению, такое тоже бывает. А в случае со Стабиней пока не могу комментировать, но нет у нас никаких данных для того, чтобы давать подробные, скажем, ответы. Что сейчас делаем? Мы проверяем, во-первых, все квартиры, которые давались с 2009 года вне очереди. Есть определенные нормы, которые позволяют в определенных случаях дать квартиру вне очереди. С 2009 года таких случаев было примерно 150 на общее количество 2500 квартир, которые мы уже дали. Это будет первое. Второе, что мы будем проверять, это все квартиры, которые давались в новостройках. Это примерно 1400 квартир, которые были в новопостроенных домах выделены. Потому что для нас личная программа Это важное направление Она не очень просто дается И нам не хотелось бы, чтобы там были нарушения Если мы нарушения найдем Аудита их вскроет По каким-то конкретным случаям То мы, естественно, их сразу передадим дальше в КНАП Это им поможет расследование Виновата или не виновата Стабиня На нее приходило очень много жалоб Ни одна жалоба нашими проверками не подтверждалась Выделение квартир Очень чувствительная сфера Потому что у нас в очереди стоит 6 тысяч семей сейчас Естественно, если мы с 2009 года По нынешний момент дали 2600 квартир То 6000 мы не дали Ну, логично, да? Естественно, люди к этому относятся очень болезненно И ходит огромное количество слухов Подтвердятся ли они нынешним расследованием или нет Мы это узнаем, я думаю, в ближайшее время Карли Скавац, член партии Америкса Домоуправление Политическая сфера ответственности партии Америкса Я повторю свой вопрос Вы по-прежнему хотите объединяться в одну команду с этими людьми? Домоуправление Мне трудно понять, почему называют это политической ответственностью партии Америкса Там нет политической ответственности ни Саска, ни партии Америкса Там работает профессиональное сейчас правление в основной своей массе А остальные, те, которые не являются профессионалами, существуют политическую функцию То есть, ну, соблюдение того социального курса Но в каждом предприятии есть люди, которые отвечают за то, чтобы был выбранный нами социальный курс На вверенных предприятиях Нет? Человек, который возглавляет Домоуправления, нашел этого директора и сдал его в полицию У нас был огромный риск тогда, что если бы в ходе объединения предприятия этот счет был бы закрыт То мы бы эту кражу обнаружили бы примерно через полгода, но счет уже был бы закрыт И понять, откуда именно эти деньги пропали, было бы намного сложнее То есть, я лично благодарен Я без всяких преувеличений пожал руку председателя управления Эрвина Стралпа за то, что он это нашел И за то, что мы сдали и финансового директора в полицию То есть, он молодец, он хорошо отработал профессионально в этой ситуации Если мы говорим про каваться Опять же, нечем гордиться, нечем радоваться Но Америк, собственно, от члена партии сдал в ту же самую полицию Но, опять же, когда вы последний раз на уровне правительства или на уровне правительственных партий Видели, чтобы председатель партии сдавал учредителя своей партии в правоохранительные органы Вспомните историю Затиса, Камперса и так далее Были случаи, но уже тогда, когда товарищи сидели за решеткой и начали рассказывать про подельников Да, да, но здесь сами, поэтому Это не тот случай Опять же, я не хочу за это благодарить специальный Америк, здесь нечего гордиться Но он поступил правильно и профессионально Хорошо, смотрите, написал человек Николай Василевский Но явно для него латышский язык родной написано по-латышски Господин Шаков, согласитесь ли вы с той точкой зрения, что Вот цитата Так называемый памятник Победы в Пардаугове нужно переименовать в памятник оккупации Потому что Красная Армия Латвию никак не освобождала Освободители обычно освобождают и потом уходят домой В 45-м году Латвия была просто повторно оккупирована Конец цитаты Нет, не согласен Понятно Юрий из Олайна, а следующий вопрос мэру Юрий, прошу вас, добрый вечер, слышите нас Добрый вечер Здрасте Уважаемый господин мэр Я к вам как к политику хотел бы обратиться В каком плане Вы руководитель партии, за которую, скажем, я голосовал Мне непонятна ваша позиция В чем было непонятно То вы были за язык, то вы были против языка То теперь еще не было даже необходимости выражать свое мнение по поводу референдума о гражданстве Поскольку не решен этот вопрос, будет ли вообще референдум Вы вдруг выступили и в обоих случаях вы выступаете до того, как принято какое-то партийное решение Понятно, что вы как гражданин или как рядовой член партии могли бы что-то говорить А вот как вы, вот вы знаете, в последнем случае, в последнем случае, я не хочу вас обидеть То тут, как говорится, не заглянув в святцы, в колокола обухнул А если по Жаскару Де Стену То это, собственно говоря, бы вы упустили хорошую возможность промолчать И тогда бы вы, возможно, оказались бы более выигрышными Это вы сейчас французского президента с 76 по 80-й год цитируете, да? Валерий Жаскар Де Стен Он высказался по поводу Латвии тогда Но он, извините, правее стенки же был в свое время, по политическим взглядам Ладно, спасибо большое, я экономлю эфирное время Господин Ушаков, у вас, наверное, сейчас решения Конгресса партии нету И по поводу интервью телеканала ТВ-5 Две, два момента Первый, я имею право высказываться и находить возможность не промолчать Тогда, когда я это считаю нужным и когда это соответствует текущей политической ситуации Раз, по поводу моего заявления о референдуме по негражданству Это заявление, которое поддержано правлением объединения То есть у меня руководство объединения, в лице руководителя партии согласия Урбанаевича, в лице руководителя партии социалистической Рубикса Они это поддержали Это если мы говорим о процедурной составляющей вопроса А если мы говорим о референдуме негражданах, то мы уже это проходили много раз У нас абсолютно одинаковая точка зрения с теми людьми, которые подписали за проведение этого референдума С теми людьми, которые планируют участвовать в этом референдуме Что проблему неграждан нужно решать И то, что в Латвии есть неграждане Это одна, наверное, из самых больших бед нашей страны Вопрос в том, какие инструменты для этого использовать Моя позиция в том, что референдум как инструмент нельзя использовать Потому что математически его невозможно выиграть То есть с этим согласны даже те люди, которые поддерживают этот процесс Которые его сейчас двигают Если у них спросить, ну как выиграть, они говорят Ну да, мы его не выиграем, но все равно главное, чтобы было референдум Но его невозможно выиграть И поэтому по многим причинам, о которых мы говорили у вас в студии Я не считаю, что этот инструмент правильный Но у нас никогда не было разногласий по поводу того, что Институт без гражданства нужно отменять Давайте о других вещах, о которых тоже говорилось в студии Латвийского пятого канала Господин Кабанов, вы уже собираете деньги в размере 50 минимальных зарплат, чтобы платить будущим штрафом? Я думаю, что этот закон никогда не будет принят Потому что если он будет принят, Латвия покроет себя долгим и мучительным позором в кругу европейских государств То, что предлагает объединение Тезмон-Бриубы, это, извините, тоталитаризм Я советовал бы господам депутатам обратиться к психоаналитикам К сожалению, это, извините, отрыжка тоталитарного прошлого К сожалению, она давляет не только над теми людьми, которыми сейчас называются сталинистами Но над теми людьми, которые считают себя патриотами Латвии Сколько же времени вы потратили на просмотр архива? А, вы знаете, приходите почаще, у нас очень много кассет еще на полочке стоит Я о другом Как вы думаете, Кабанов собирает 50 минимальных зарплат? Или сколько там за свое последнее участие в заседании парламента, в комиссии парламента? Чтобы опухолицы собирают, вы имеете в виду? Я это сказал, во-первых, вы, во-вторых, ну, пьяный, не пьяный Опозорил, не опозорил партию Был уже один случай в жизни господина Кабанова, когда он то ли сморкался, то ли слезы вытирал О государственный штандарт Латвийской Республики Ваш комментарий? У нас очень опытная фракция в СЭМе, которая возглавляет очень опытный политик, Анис Сурбанович Он со своими нарушителями дисциплины обязательно разберется А вдруг это не нарушение дисциплины, а человек устал, лекарство принял Тогда вынесет благодарность Давайте еще тогда почитаем электронку Леон пишет вам Скажите, господин Ушаков, насколько десятков миллионов латов вы увеличили долги Рижской думы? Не слишком ли много рижане платят за ваше паблисити и желание сидеть в кресле мэра? Этот вопрос можно расширить про дискуссию, которая, в общем, тоже уже была В медиапространстве Должна ли Рижская дума платить за то, чтобы сообщить рижанам о том, что она для рижан сделала? Вот должна или не должна? Рижская дума никогда не платила за то, чтобы сообщать рижанам о том, что мы сделали или не сделали Рижская дума или предприятие Рижской думы информирует о тех вещах, которые происходят Начиная от ремонта дорог и заканчивая, предположим, если мы говорим о предприятии Дома управления Приведу очень конкретный пример Это программа по списыванию штрафных санкций за долги по коммунальным услугам, за долги по обслуживанию домов Программа работает следующим образом, что ты можешь прийти в участок Дома управления, заключить договор В момент заключения договора тебе списывают полностью штрафные санкции Ты подписываешь договор, по которому ты можешь выплачивать основную сумму долга в течение 24 месяцев У Рижского Дома управления сейчас примерно 25 тысяч неплательщиков, которые не платили долго, долгосрочных Из них 5 тысяч человек уже заключили сейчас договоры Во многих случаях, то есть это не один, а два, это достаточно системное явление Люди приходили с долгами в 3 тысячи латов Им списывали штрафные санкции, которые составляют порядка тысячи И они 2 тысячи, оставшиеся основной долгой, платили сразу же в кассе То есть предприятия получают обратно или сразу, или в течение какого-то времени основную сумму долга, что самое важное Получают деньги, которые потом можно использовать на те же самые ремонты и обслуживание более качественных домов Потому что все же проблемы с обслуживанием связаны с тем, что люди просто не платят Ну как, ну если не платят, то ты не можешь ремонтировать И естественно, чтобы нам до конца года, когда эта программа работает, как можно больше людей приняло участие Потому что люди, ну вы знаете, если мы раз в 8 не напомнить И причем последние 2 раза, не напомню, что Есерия осталась в последней неделе и все, и больше этого не будет Завтра выселяют Завтра выселяют Он, скорее всего, не дойдет, потому что будет откладывать, откладывать, откладывать Потом наступит уже 5 января, когда программа перестала работать и все Очень знакомая ситуация, вы правы Да Часто наблюдал так В этой ситуации предприятия обязаны как можно активнее информировать жителей, чтобы они это сделали Потому что в результате все равно получают деньги Подобного рода информирование, правильно Когда мы говорим о мероприятиях, которые Рижская дума проводит, культурных То, извините меня, если мы вкладываем средства в праздники на набережной Это нужно людям рассказать о том, когда что происходит Это абсолютно нормальная практика, которой придерживаются все самоуправления Потому что мы непосредственно работаем с населением веренной нам территории То есть мы не находимся в семье, которые принимают закон о высокой материи или в правительстве Мы вот разбираемся с этим Извините меня, от собачьих экскрементов Которые там, скорее всего, хуже, чем лучше убирают Заканчивая долгами и так далее Коммуникация, она необходима Поэтому все то, что делает Рижская дума в этой ситуации, это абсолютно обоснованно Хорошо, вы коммуницируете с обществом Рассказываете о работах Рижской думы А некоторые журналисты, например, портала ТВН Утверждают, что это реклама Центра Согласия Газета Твоя Рига Это вот так за счет всех рижан, в том числе и не сторонников Центра Согласия Рекламируется Центр Согласия Ну да, в газете Твоя Рига на латышском и русском языке издается На второй полосе большими буквами написано На всех языках, что это газета Центр Согласия Что эта газета издается за средства Центра Согласия Нужно быть очень... Обладать очень богатым воображением, чтобы попытаться это приписать к Рижской думе Мы специально для того, чтобы снять какие-либо подозрения Вот такими буквами здоровыми написали Это газета Центр Согласия Это не газета Рижской думы Мы можем сделать следующее Мы можем действительно написать, что это не газета Рижской думы Следующий номер Да, во всех оставшихся И вы точку зрения портала ТВН Так и оставите в рамках свободы слова Или для вас это клевета утверждения в этой публикации Если мы говорим об этой конкретной статье То в суд уже поданы документы Потому что конкретная клевета Потому что газета Тварига издает победение Центр Согласия На это никогда не отразился Ни один сантим И не будет тратиться ни один сантим денег рижских налогоплательщиков Пишет вам Лолита Спросите, пожалуйста, господина Ушакова Куда деваться обычным пешеходам? Ведь им в городе уже нет места По проезжей части едет машина При том, что даже они завели моду Не останавливаться на трамвайных остановках Когда выходят люди А по тротуарам во всю ширь Теперь нагло разъезжают велосипедисты Куда деться простому пешеходу? Но это после, наверное, программ строительства велодорожек Ну не так все трагично Есть куда деться и пешеходам А велосипедистам им сложно Поэтому сеть велосипедных дорожек Мы будем расширять Где, возможно, будем рисовать пешеходным Извините мне, велосипедные полосы на тротуарах По примеру того, как если мы возьмем Скажем, центр города Бульвар Басты от Бастионной горки до Национального театра Широкий тротуар Одна сторона для велосипедов, другая сторона для пешеходов Будем рисовать больше И в этой ситуации я хотел бы тоже обратить внимание И пешеходов, что если на тротуаре нарисован знак Что вот эта часть тротуара для велосипедов Не надо там ходить У нас еще велосипедисты, кстати, очень корректные Потому что в Амстердаме тебя снесут велосипедисты Если ты на их дорожке И не заметят даже У них там велосипеды, это миллионы штук У нас корректные Но у нас как? У нас проблемы основные с центром города Потому что улицы исторически узкие Их не расширить просто И тротуары тоже не такие широкие Что можно было там сделать Отдельную полосу для велосипедистов Это большая проблема именно с центром города А по микрорайонам мы начнем потихоньку на тех участках Где в первую очередь широкие тротуары Рисовать вот эти полосы Таким образом пытаться разделить Но нам нужно, учитывая, что велосипедисты Очень стремительно пришли в жизнь Риги Ну действительно, то есть это количество растет Как на снежный ком Нам нужно время, чтобы три группы сейчас Участников дорожного движения К друг другу привыкли Потому что упрекнуть можно всех Упрекнуть водителей можно в том, что они не обращают Внимание на велосипедистов, подрезают Не смотрят в зеркало Там, где нужно смотреть Таким образом создают угрозу для здоровья велосипедистов Потому что от столкновения машины и велосипеда Понятно, кто страдает больше Велосипедисты очень часто ездят Тоже, как бух на душу положат Несмотря ни на машины Ни на правила дорожного движения Ни на собачек Мам с колясками и так далее Но и пешеходы тоже очень часто хороши По всем велосипедным дорожкам Где вот разделенный тротуар Справа одно, слева другое Пешеходы ходят, ну вот так вот Всюду, где только можно Как по Красной площади Какое сравнение у вас-то с Кремлем Не по Домской площади, а по Красной На руку Москвы, понятно Вот смотрите, Олег написал про руку Москвы На ушах идет постоянное давление Со стороны латышских политиков и националистов Трудно принять правильное решение Постоянно лавировать на пике Трудно быть угодным всем Очень уважаем вас, даже немного завидуем рижанам Писал Олег, потому что он из Далгов пился Видеофрагмент последний в этом эфире Архив ТВ5 Добрый вечер Вы смотрите дополнительный выпуск программы Тема недели Его веду я, Нилу Шаков Сегодня у нас в гостях известные российские телевизионные журналисты Это Ирина Петровская, ведущая программы «Пресс-клуб» И телевизионный обозреватель общей газеты Добрый вечер, Ирина И Кирилл Наботов, генеральный директор телекомпании «Адамово яблоко» И продюсер известнейшей программы «За стеклом» Добрый вечер, Кирилл Здравствуйте Это прозвучало на круглом столе, когда вы были здесь в Риге По-моему, это же был Владимир Познер, который сравнил «За стеклом» с древним Римом Что это может показаться как конец нашей цивилизации Вы знаете, я слышал это Это было не на круглом столе И я знаю, о чем вы говорите Да, Познер плохо относится к этому типу телевизионного искусства Или к этому телевизионному жанру И он имеет на это полное право Мы с ним долго по этому поводу разговаривали Сошлись на том, что Демократия как раз состоит в том, что если какой-то проект телевизионный Не нарушает законов, существующих в государстве То он имеет право на существование Но точно так же любой человек, будь то Познер, Ушаков или Наботов Имеет право не любить это И имеет право высказаться публично И сказать, что он это не любит Это и есть демократия Скажите, у вас нет ощущения, что вы 24 часа в сутки находитесь за стеклом То ли профессия политика такая То ли просто интерес общества к большим партиям К необычным поворотам, к оригинальным решениям Неважно, любят, критикуют, но все равно внимательно смотрят И смотрят 24 часа в сутки, словно за стеклом Да, как мы так называли, хомячками, да? Те, которые были в этом шоу Но есть это? Естественно Это, с одной стороны, осложняет жизнь Но, если так, очень упрощать То ты не можешь себе позволить на улице, спотыкнувшись, сказать, что ты об этом думаешь Потому что это может услышать кто-то из Рижана С другой стороны, ты дисциплинируешь Все время находишься в форме Не знаю, плюс это или минус, но, по крайней мере, это часть жизни Ну, хочется же выйти небритым, с волосатыми ногами в тапочках Вынести мусорное ведро, чтобы это никто не видел И пойти назад в свою квартиру Нет, ноги у меня волосатые вне зависимости от того, занимаюсь я политикой или нет Но, если мы говорим о этом ощущении Да, но, смотрите, водитель на автобусе поехал по делам Документы отвезти Поставил машину рядом с пешеходным перекрестком Уже сфотографировали с вопросом, а куда все смотрят Машина Думская То есть, мало того, что это заставляет дисциплинировать меня, так и всех остальных, кто рядом находится Я благодарю вас за час этого эфира 520 голосов за позицию номер 2 Месть правящей коалиции Домбровский соединство Вот что на самом деле стоит за чередой так называемых коррупционных скандалов В Рижской думе, так сказала онлайн-аудитория ТВ5 17 человек верят, что это Ушаков борется с коррупцией таким оригинальным способом И 25 сказали, что коррупционные скандалы выгодны честным людям Я благодарю вас за час этого эфира Господин мэр, приходите еще Благодарю вас за внимание Прощаюсь до завтра Вообще побежал в магазин за водкой Пока еще продает завтра в этой студии Николай Кабанов Оставайтесь на пятую Субтитры подогнал «Симон»